В планерном совещании приняли участие руководители отдела МВД по городу-курорту. Криминогенную обстановку стражи порядка охарактеризовали как стабильную. Привели статистику за 7 месяцев текущего года. Совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не допущено преступлений на межнациональной и этнической почве, а также с использованием оружия и взрывчатых веществ. Помощь городских властей необходима в организации двух дополнительных участковых пунктов. Вот эти два помещения, которые нам надо выделить, это только на летний, на курортный сезон, или это планируется на круглогодичной основе? Одно помещение в Чеконе, это соответственно круглогодичный. Летний, что касается конечного проспекта, я думаю, там тоже, в общем-то, на круглогодичный необходимо делать, потому что каждый год передислоцироваться, менять место, где будут находиться участковые, это как бы все равно будет нести определенное осложнение на работу. Граждане привыкают к этому месту, и мы там сможем оборудовать, провести какие-то капитальные ремонты, вот, люди уже будут знать. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года – задача, от выполнения которой зависит имидж всей страны. Естественно, что и спрос серьезный. На муниципалитете ответственность за благоустройство маршрутов передвижения команд-участниц. Юрий Георгиевич, вы занимаетесь? Да, совместно выезжали, метали почти на маршруты. Ну, объехали, дальше что? Есть замечания, предложения? Дальше что? Получаем замечания с управляемым архитектурой, сейчас будем оборудовать вам благоустройство, подача, в культуре, проводить осмечивание, соответственно, выходить на сессию. Юрий Поляков вновь напомнил, его не устраивает неопределенность в сроках и ответственных, и дал указание до конца недели предоставить план мероприятий. Сергей Алексеевич, казачьи ЧОПы, школы должны охранять, на каком этапе, где мы там находимся? Значит, Юрий Федорович, на данный момент у нас всего все объектов социальных 109, значит, охраной занято у нас ЧОПом и Заулой Буар, 70 объектов социальных. Поручение губернатора имеет срок, оставшиеся 30 объектов также должны быть под охраной казаков. Олег Костенко курирует санаторно-курортный комплекс. Основными он назвал такие задачи, как уборка пляжных территорий, их освобождение от незаконных, некапитальных конструкций, и выявление гостевых домов, зарегистрированных как ИЖС, и таким образом уходящих от уплаты налогов. Исполняющего обязанности главы интересовало, какие меры приняты в отношении недобросовестных предпринимателей. Мы еженедельно выявляем, я рассчитываюсь, еженедельно направляем информацию в Росреестр, в налоговую, правоохранительные органы и муниципальный контроль и ресурсов снабжающей организации. Искомый результат – вывод коммерческих объектов и стеней. Юрий Поляков ждет отчет с конкретными сведениями.